коробка полная всяких ништяков приехала все это из магазина нажимаем дат club и сейчас мы на все эти прелести посмотрим поближе все ножи которые находятся в этой коробке я и в принципе не смотрел и даже только примерно догадываюсь что здесь кроме одного ножа вот вот этого и собственно я с него и предлагаю начать торговая марка white star здесь да 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 модель джин 02 цвет не помню какой-то фруктовый зеленый фрукт green так называется в принципе компания white star делает очень недорогие но в то же время качественные ножи недорогие наверное поэтому что они слямзили где-то свой дизайн то есть они тратятся на дизайнера и поэтому поэтому нож получается не очень дорогой но при этом качество изготовления и качество материалов остается очень даже на высоте и я вам скажу я даже не ожидал что этот нож настолько меня удивит со знаком плюс ну посмотрим да если мы глянем на этот нож то мы сразу увидим особенно знатоки этого всего дела что нож повторяет дизайн одного очень вернее одних очень известных производителей здесь d2 на клинке клинок сатинированный характерный осевой винт под плоскую отвертку под минусовую отвертку с интересной пропилом да здесь у нас access lock и и что меня удивило в этом ноже это просто поразительная механика он просто летает все почему потому что нож сделан на подшипнике при этом как мы можем заметить осевой люфт вертикальный горизонтально здесь просто отсутствует великолепный ножик за свои деньги а цена этого ножа составляет что-то порядка 20 долларов где-то так вот может чуть больше но чуть меньше то это просто великолепное приобретение из характерных особенностей этого ножа я бы отметил облегченные лайнеры поэтому прикажущиеся массивности здесь все-таки порядка двух с половиной миллиметров в обухе нож не тяжелый он такого вполне приемлемо приемлемой массы и я бы сказал что это нож типичный в сегменте знаете класс крысы да то есть как есть в автомобилях гольф-класс да то в ножах есть такой себе класс крысы недорогой качественный относительно универсальный нож так вот вот этот нож класс крысы вмещается от и до такой себе крыса убийцы да из недостатков я бы здесь отметил довольно тугая клипса клипса очень жесткая она сделана по образу и подобию скажем так своего прототипа и знаете тугая клипса это не мягкая клипса из тугой мягкую можно сделать наоборот сложнее клины там все по центру все нормально механика не знаю механика этого ножа ну просто завораживает летает из любого положения закрывается под своим весом супер это у нас вай старт джим 02 в ярко зеленой расцветки такая вот целая целая вот такая вот линейка ножей от торговой марки х свое время х мне очень-очень понравились и их не наверное знаменитая модель которая называется получереп там есть цифлено-буквенное обозначение часть осмотрю она нам не очень понравилось действительно очень неплохой муж значит что такое получили псеич 3504 и здесь новый вариант этого ножа это самого получерепа как и всем известно получереп был изготовлен по замок технологии фрейм блок и в этот самый фрейм получили получерепа был немножко таким напряженным почему своеобразный дизайн компания сейч со своей моделью 3504 пошли навстречу своим потребителям и сделали новую моделька которая не имеет титана здесь стальные лайнеры стальные лайнеры закрытые плашками из джейтен в остальном это тот же самое та же самая модель ножа на клинке d2 называется модель сейч 3504 джейтен браун ну вот вот так вот нож просто замечательный по своей эргономике мне очень понравился получереп он был там золотом варианте вернее в бронзовом то в голубом любой вариант получерепа был нож просто замечательный но ввиду своего низ дизайна он будет найти такой нож сам в себе нож этот этот вариант исполнения этого ножа мало того что мы здесь имеем лайнер лук более классический замок как классический фрейм все-таки очень специфичен то здесь мы имеем лайнер лук две накладки из джейтен и что немаловажно цена пошла очень-очень сильно вниз на этом ножа он стал более доступен хотя сохранил тоже самую эргономику своего прародителя не знаю пока очень даже только позитив так 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 ищем следующий вот этот самый вариант ножа тот же самый 54 50 3504 тот же самый нож но более традиционный дизайн здесь хорошо упаковывается хорошо упаковывается собака собака постоянно мешает снимать по сути тот же самый нож 3504 gtm в данном случае он наверно будет называться black то есть черными вариантами накладок из же 10 чтобы мы это не потеряли ну вот так вот это выглядит коричневый черный по моему великолепно еще раз повторюсь по сравнению с классическим получерепом цена резко вниз дальше ch коробка без маркировки следующая моделька я не помню посмотрим наверняка есть маркировка на клинке ch 3004 g10 вот такой вот довольно таки специфический нож специфический в плане дизайна почему потому что здесь нет четко выраженных каких-то упоров под пальцевых выемок хотя плавник на клинке да неплохой флип но по неплохому флипу все ножи из коробки то есть всем известно что ножи с поднебесной довольно таки многие модели для того чтобы нормально работали их надо немножко подерхать по флиповать пошмыкать и тогда они начинают показывать себя в этой во всей красе здесь же нож из коробки ну просто пушечный выстрел великолепная работа здесь у нас лайнер j10 неплохо выполненный осевой необычно скажем так да вот все в одном дизайне такая фишка сейч спейсер оранжевый клипса в меру тугая ну такая приятненькая клипс очка хороший вариант ножей на исполнение ножа и опять-таки возвращаясь вот вот этому вот зеленому вай старту вот все ножи которые здесь мы имеем на столе на сегодняшний день это это класт крысы то есть это недорого это качественно это достаточно универсально это то что можно носить каждый день дальше следующая модель от торговой марки сейч вот такой же точно такой же нож как и предыдущий еще раз моделька 3004 g10 только в оранжевом исполнении у нас такая такая себе морковка ну и спейсер здесь соответственно тоже оранжевый больше здесь никаких отличий нету по толщине клина по моему они одинаково здесь порядка что-то 2 с половиной миллиметра опять-таки специфический дизайн не каждому я думаю придется это по вкусу но если вам нужен нож с хорошими режущими свойствами я думаю и плюс какой-то реальный ковыриальник с агрессивным носом это то что надо d2 на клинке во всех ножах которые мы видели до сего момента здесь везде d2 на клинке и вы попробуйте найдите нож какого-то производителя да с d2 за эти деньги следующая моделька от сейч называется сейч 3006 ну прям как 306 спринфинг что-то меня так проассоциировалась так чего здесь смотрим здесь у нас кусочек мыла нож очень такой очень скользкий но не прям готовый выскользнуть из руки наверное все таки нет он такой вот милый в руке хорошо лежит он гладенький он такой очень очень такой доброжелательный к пользователю значит по конструктивы здесь у нас лайнер лок но накладки у нас то ли алюминиевые то ли титановые я не готов право слова сейчас сказать и в накладке у нас вмонтированы стальные лайнеры не знаю насколько это будет хорошо видно но смысл в том что прикажущийся такой легкости ножа из цветного металла из титана для алюминия не знаю конструктив ножа прочность его при этом не страдает потому что лайнеры на лайнерах у нас стоит осевой и лайнер собственно говоря запирает клинок положение здесь у нас клипса такой немножко пижонская потому что анодированная ранирована или крашеная такой себе приятный голубой цвет сей 406 154 cm то есть такой себе нож с претензией на не знаю на элитарность да на какой-то премиум сегмент из того что я вижу по массе то дата вероятно скорее всего с большой вероятностью здесь на накладках титан вот такие вот две неприметные коробчонки но это один из самых моих таких вот интересных на мой взгляд производителей торговая марка тусан два солнца модель называется smf 07 ну вот еще раз повторюсь у тусана очень большой недостаток состоит в том что они не 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 обзывают свои ножи именами собственно то есть очень яркий каждый нож это какая-то дизайнерская работа это клеймо разработчика этого ножа стоит на клинке очень яркий дизайн очень необычные ножи ножи которые притягивают взгляд но при этом какое-то очень безликое название я думаю что со временем маркетологи от тусан придут к тому что все-таки я надеюсь у них ножи будут иметь на собственное здесь у нас титан здесь у нас фрейм лог так флип флип такой знаю а ну да лип у нас затруднен ну не то что затруднен но он немножко необычный почему потому что когда мы пытаемся открыть нож мы давим на фрейм и соответственно шарик прикусывает клин при открывании ну дело 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 привычки наверно все таки все в масле все абсолютно новое на фрейме стальной сухарик до который заклевая закрывает клин в открытом положении клипса титан фрейм спейсор титан на клинке у нас d2 и дизайнер который разрабатывал этот нож что тут night morning дейсинг как-то так очень такой специфический специфический гринд на клинке типичная для многих ножей от двойного солнца такая полупистолетная рукоятка флип если хочется чего-нибудь это когда чего у многих нету да и в кармане вы не увидите то этот нож да и вообще любой нож от компании два солнца вам для этого дела подойдет так смотрим дальше модель называется тс-43 ребята из тусан сделайте имя собственное ножом от этого только все выиграют самый 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 первый плюс в том что и будет проще банально будет проще запоминать и вот он наш нож night morning дейсинг d2 на клинке брендирование под два солнца очень-очень необычный гринд давайте давайте мы вот так тусаны расположим такой себе не знаю такой щучий нос потому что тантоидом это назвать нельзя это просто необычный скажем гринд опять-таки фрейм лок великолепный флип просто великолепный при этом великолепном флипе нету люфта на клинке фрейм на фрейме стальной сухарик титан на рукояти титановая же клипса нож очень небольшой ну вот так вот на ладони и при этом такой очень маневренный по сравнению с предыдущей моделью скажем так ну что-то его не привык все-таки открывать практически такой в полтора раза по ощущениям понятно что по размеру здесь немножко все проще так и для того чтобы с тусанами да вот такая вот модель как два солнца модель называется тс-60 в обычной пупырки видать коробка ей не положено ни разу не имел дело с тусанами это у нас фикс спрятан он такие вот можно из abs пластика здесь неплохая петля для подвеса люверсы ножны очень легкие и нож помещается здесь очень надежно никаких дребезжаний это клипса рукоять ничего не выпадает вынимается таким уверенным уверенным движением на себя и так здесь у нас d2 на клинке брендирование по тусану накладки из g10 необычные два винта скрепляют накладки full танк притын из на и стали все ярко все отлично все бесподобно прекрасное качество обработки как и на любых тусанах тусаны с точки зрения технологии с точки зрения качества изготовления не просто великолепно но что заметил вот вот эти вот края они цепляются за пальцы то есть они острые ну с точки зрения пользователей не знаю насколько это будет критично думаю что абсолютно нет а там конечно опыт конечно покажет такой себе скажем так тантоит да городской фикс который можно использовать ну хоть на каждый день без проблем это понятное дело что это не х и можно не кажется этот нож использовать для каких-то там пикниковых дел то есть небольшой пикничок там где не нужны серьезные какие-то работы где не нужно сильно сильно крафтить строить укрытие там не знаю копать чего-то этот нож вполне я бы сказал что это нож по мотивам традиционного японского ножа который называется казука такой себе чехольчик из полимера здесь у нас внутри черный бархат и в полиэтиленовом пакетике да это страйдер это страйдер нож изготовлен по знаменитому дизайну интересный гринт неплохое очень неплохое качество изготовления все здесь ровненько аккуратненько фрейм лог на фрейме стальная стальной сухарик который запирает пятку клинка скажем так себе вещь сама в себе не каждому уверен подойдет тем более здесь вот умеренных 4 сантиметра 4 миллиметра в обухе нож такой нажала ножа коломеняка я думаю отлично подойдет для того чтобы поддевать люки выпендриваться перед пацанами и и вообще ну как нужно каждый день если не нужны какие-то там слишком китай резучие дела здесь у нас липса липса на удивление очень мягенькая толковая фрейм лог шайба которая предотвращает от от излома из лишнего до отличного открывания усилий довольно таки необычного вида севой винт со сквозным отверстием такой себе такой себе ножичек открывается либо за дырку либо либо за шпеньку да и так и так ну как имиджевая вещь если хочется страйдер но нету денег или желание тратить деньги на оригинальный страйдер то почему бы и нет торговая марка стил клон стальной коготь очень известная модель резервист модель изготовленная по известному дизайну rg martin нож который в оригинале был на фрейм локе а стил клос сделал этот нож на лайнере но когда мы смотрим на толщину лайнер лока мы видим что это этот лайнер скорее фрейм который закрыт сверху накладкой этот нож был когда-то на канале на него были определенные тесты я просто в культурном шоке от качества изготовления этого ножа от дизайнерского подхода от того как компания стил клос переосмыслила этот нож и в из проверенного проверенного дизайна rg martin сделано недорогой нож и нож который заслуживает всяческого внимания клипса в одном положении не представляемая в меру тугая очень глубокая посадка ну то есть нож кармане и прячется практически полностью здесь накладки из g10 накладки тоненькие ну если мы посмотрим то у нас лайнер толще чем накладка лайнеры правого слова высверленные и несколько облегченные хотя в руке нож при этом ощущается как конкретная такая резака без всяких компромиссов учитывая толщину лайнера это как лайнер фиксируется на пятки клинка я могу сказать что этот нож выдерживает самые большие нагрузки при самом агрессивном резе какую-то деревяху там еще чего-то без проблем довольно таки толстый клин здесь у нас порядка трех с половиной миллиметров при этом у нас впуклые вогнутые линзы обратная линза на клинке что хорошо всказывается на заточке этого ножа на поддержание в его рабочем состоянии и и вообще и вообще я просто просто в исключительном шоке от от этого ножа он он здоровский он классный здесь у нас осевой винт многие говорят эту глупость растиражировали говорят что здесь отвертка philips нет ничего подобного здесь на севом обычная плоская отвертка только запилена два раза ну крест на крест у нас на столе образовалось разнообразие не скажу что ко всем ножам я дышу очень ровно какие-то нравятся больше и это нравится меньше но в целом все ножи очень достойные они весьма неплохого качества и изготовлены из неплохих материалов и весьма неплохо технологически но мне интересно будет ваше мнение что он нравится больше что он будет нравится меньше напишите в комментариях пожалуйста это это очень ценная информация которая который вы действительно меня обяжите и наверное какой-то из этих ножей по тестим по хард юзим и посмотрим на что он способен давайте сделаем в комментариях небольшую голосовал очку попрошу ответить на два вопроса что из этих ножей нравится лайк этому ножу и какой из этих ножей хотим потестировать лайк тому ножу который бунт